Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть. На этот раз предлагаю рецепт невероятного десерта. Знаменитый тирольский пирог. До сих пор не пойму, почему его называют пирогом. Как по мне, так это настоящий торт. На основе из мягкого пористого бисквита нежнейший заварной крем и подчеркивает все это великолепие, сочность вишни и нотка шоколада. Думаю, что этот пирог в качестве торта будет кстати к любому празднику, в том числе и к 8 марта. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Для теста к маслу комнатной температуры добавляю соль, ванильный сахар, сахар. Взбиваю до пышной однородной массы. Затем положу яйцо и взобью еще раз. Должна получиться такая светлая густая пышная масса. Добавляю муку с разрыхлителем и аккуратно размешиваю лопаткой. Беру разъемную форму диаметром 21 сантиметр, дно застилаю пергаментом и выкладываю тесто. Разравниваю и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 20, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Тем временем подготовлю к работе желатин. Отмечу, что делаете это согласно инструкции на упаковке. Для заварного крема в кастрюльку кладу яйца, добавляю сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал. Все хорошенько размешиваю. Доливаю молоко, отправляю на умеренный огонь и буду варить при непрерывном помешивании до загустения крема. И пока крем еще горячий, добавляю сюда подготовленный желатин. Тщательно размешиваю до однородного состояния. Тем временем испекся корж, проверяю его на готовность. Затем при помощи кулинарного кольца отрежу края. Убираю все лишнее, отправляю корж на блюдо. Вокруг устанавливаю кулинарное кольцо, края можно проложить полосками какой-нибудь пленки. Я использую полоски, вырезанные из обычной канцелярской папки. Выливаю крем и разравниваю. Уберу в холодильник для застывания. Теперь подготовлю желатин для вишневого слоя. По инструкции, после того, как он набухнет, нужно его нагреть. Прямо в горячий желатин отправляю сахар, размешиваю до растворения и ликер. Если не хотите, можете его не добавлять. Беру вишню без косточек, прям в замороженном виде и сразу же выливаю в нее горячий желатин. Очень быстро размешиваю, а то желатин схватится. И выкладываю вишню на застывший крем. Если вдруг вы не успели выложить и масса у вас застыла, нагрейте ее слегка в микроволновке. Если вы используете свежую вишню, то ягоды можно разложить ровным слоем по крему и уже сверху распределить желатиновую заливку. Далее отправляю в холодильник до полного застывания. Ну вот десерт готов. Сверху покрываю шоколадной стружкой. Аккуратно убираю форму и пленку. И теперь десерт готов к подаче. Резать его лучше теплым сухим ножом. Торт получается бесконечно нежным, с ярким шоколадно-вишневым вкусом, с легкой кислинкой. Такое напоминание о лете. Свежий, сочный и к тому же достаточно легкий. Кстати, в оригинале этот пирог делается на бисквите, но лично мне больше нравится именно такой корж, нежный и рассыпчатый. И я считаю, что этот десерт можно сделать с любыми ягодами или фруктами. Пусть это будет уже не тирольский пирог. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Смотрите также и другие рецепты десертов на моем канале, не менее интересных и вкусных. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео! Субтитры создавал DimaTorzok